Михаил, ну в первую очередь хотелось бы сейчас услышать, что происходит в Пенсильвании, поскольку вы дверь в дверь с Нью-Йорком находитесь. В Нью-Йорке ситуация критическая, говорят, что ближайшие две недели будут самыми страшными, к сожалению. А чего вы ожидаете? Я работаю на северо-востоке Пенсильвании, это практически меньше трех часов езды от нас до Нью-Йорка, и многие даже работают в Нью-Йорке, это такая типичная картина здесь, и сейчас все это, конечно, остановилось. В частности, у меня был пациент, который COVID-positive, который заразил своих родственников, а он водитель в этом автобусе, который возил работников, рейсовый автобус из скрэнтона возил в Нью-Йорк, и ребенок попал ко мне. Значит, я сам практикую и в Пенсильвании, и в Маймонитос госпитале, который в Бруклине. Я там покрываю детскую неврологию раз в месяц, но сейчас там все просто кверх ногами, и у меня очень много друзей, которые прям вот воюют, что называется, там. И я все время с ними ВКонтакте. И то, что происходит в Нью-Йорке, ну просто кошмар, честно говоря. Я не думал, что я такое увижу вот за свою жизнь. Хотя меня жизненное впечатление никогда не обделяло, но тем не менее, это сильнее, чем я мог предположить. В Пенсильвании мы, значит, история в Пенсильвании такая. Мы отстаем от Нью-Йорка недели на три. И, в общем, надо сказать, что, во-первых, у нас гораздо менее плотность населения. Просто физически меньше людей. Они не живут в больших билдингах один над другим. И это помогает остановить пролиферацию распространения вируса. И потом есть такие зоны, которые... Маленькие дома, они как бы расположены на расстоянии друг от друга. Это тоже сильно помогает. Но кривая, конечно, ползет. Это видно. Она так постепенно ползет вверх. Когда там три недели назад появился первый пациент, потом пять, потом десять. Вот сейчас у нас больница лежит... У нас две больницы как бы принадлежат к одной системе. В одной лежит, по-моему, шестнадцать человек. У нас лежит четырнадцать. И вот позавчера, например, там женщина семьдесят три года умерла от ковида. То есть это такая вещь вот совершенно очевидная. Единственное, что у нас нет такого вала. Вот если вы себе представите, что обычная больница, ну, предположим, там за сутки в нее поступает по emergency, да, ну, например, поступает, ну, 20 пациентов, условно говоря, ну, 30. Но не 400 же, когда поступает, ну, предположим, 100 пациентов. Все, куда их класть? И вот тут начинается абсолютный кавардак, и не хватает ни сил, ни физически, ни врачей, ни медсестер. Собственно, что и произошло? Просто вся система, гад класть, она вот заткнулась. Это вот основная вещь, которая произошла с Нью-Йорком. Но вот когда вы говорите о том, что Пенсильвания на две-три недели отстает, это означает, что вы ожидаете, ну, какого-то похожего масштаба, или отставание все-таки будет идти по цифрам тоже, и оно останется таким перманентным? Значит, смотрите, во-первых, Пенсильвания неоднородная. Предположим, Филадельфия и Лихайвалы, они уже сегодня им очень тяжело, очень похожи на Нью-Йорк. То есть они тоже захлебываются. Там, где менее населенная территория, скажем, на северо-востоке Пенсильвании, где-то в середине Пенсильвании, среди кукурузных полей, там, конечно, я не думаю, что дело дойдет до такого, что нужны будут рефрижераторы под труппы, то, что на самом деле реально происходит в Нью-Йорке. У нас такого, я думаю, не произойдет. Но, слушайте, я надеюсь, но как будет, никто не знает. У нас и мощности гораздо меньше. Но надо сказать, что у нас есть PPE, Personal Protective Equipment, защитное средство. Ну, я сравниваю, скажем, то, что я вижу по телевизору. В других странах у нас таких комбинезонов нет. Но у нас никогда этого не было. У нас были маски N95, и у нас были там дополнительные инфекционные халаты, и, естественно, перчатки, и фейсшилд, вот этот экран на лицо. Но у нас этого не было и никогда. Никто как бы не ожидал, что будет чума или что-нибудь в этом роде. Есть специальные такие службы, которые, они укомплектованы подобным оборудованием, но не в обычной больнице. Ну, а скажите, вот поступала информация такая, в какой-то момент средства массовой информации написали про Нью-Йорк, что врачам там запретили говорить под угрозой увольнения о нехватке защитных средств. Вы о чем-то таком слышали? Послушайте, ну, во-первых, мне бы не хотелось спекулировать, потому что я же не знаю, ну, мало ли кто чего говорит. Но я не исключаю, что такая возможность, что такая вероятность была, что, конечно, никому это не нравится, никакой администрации, им и так хватает. Потом я, то есть мне трудно комментировать, но я слышал, да. А хватает или не хватает, все знают, что не хватает. Это не секрет, этого удержать нельзя, это так понятно, не хватает. Михаил, ну вот эволюция в понимании вообще природы вируса, она шла относительно медленно в сравнении с тем, как вирус развивался. И сначала мантра такая звучала о том, что молодежь и дети практически не подвержены этому влиянию. Вот на этой неделе поступила информация, что в США три ребенка умерло, и у некоторого количества детей, которые заразились, достаточно тяжело протекает эта болезнь. Вот у вас на этот счет, как у врача со специализацией педиатрии, есть какие-то комментарии особые? Да, конечно. Значит, по-моему, не уверен, что я точно помню фамилию, по-моему, Ямамото такой японский адмирал сказал, что на войне первым погибает правда. И это, в принципе, не исключение и для этой ситуации, если рассматривать такую катастрофу, как, в общем, мини-войну или такую модель войны. Поэтому первое, что произошло, совершенно непонятно, где правда, где неправда, это как в коктейле, который замешали, он такой зелено-перламутровый непонятного цвета. А потом через трое суток он отстоится, и вы увидите фракции на дне ягоды, потом алкоголь, потом еще ерунда. Вот сегодня это вот такого все непонятного цвета. И, значит, я хотел напомнить, что информация, которая поступала из Китая изначально, она была неполная. У меня лично нет сомнений, что частично она как-то... Я не хотел бы говорить, что она специально, хотя я этого не исключаю, но я просто этого не знаю, что ее, так сказать, умалчивали сознательно или несознательно. Но информация была, конечно, недостоверная, неполная. И это очень сильно повлияло на восприятие остальным миром и, в частности, Соединенными Штатами. И когда я написал в одной такой, в моем одном эссе, я написал, что убегать... Вот то, что произошло с вирусом, напоминает убегание от лавины. И, в принципе, неважно, стоит человек под горой или 300 метров от нее. Тот, кто побежал 300 метров, еще потеряет шапку и варежки, и все равно замерзнет, потому что его все равно накроют. Так и произошло. Вот. Про вирус мы... Вот просто, что называется, в режиме реального времени. Очень много про вирус сейчас узнаем. Люди, которые лечат такие вещи, обкатали свой собственный опыт, что называется, опалились слегка. То есть, например, я уже точно знаю, что ожидать от ребенка такого, у которого поступает COVID-positive. Ну, примерно знаю, там, по дням, что от него ожидать. У меня было шесть пациентов вот таких, значит, несколько мне пришлось в реанимацию перевести. Они быстро ухудшаются. Особенно те, которые имеют сочетанную патологию. У меня вот был ребенок с COVID, который, кроме этого, у него церебральный паралич, у него стоит трубка в желудке. В общем, там... И его мама попала на взрослый этаж, а ребенок ко мне. Потом появились такие вещи, как беременные женщины, которые больны COVID. И что делать с детьми? Открываешь рекомендации CDC, везде, значит, написано, не знаем, нет точной информации, не уверены. То есть, приходится принимать решение, что называется, с колес самому. Ну, вот, пользоваться рекомендациями таких же инфекционистов из Нью-Йорка, они довольно быстро написали рекомендации для детей. Это очень помогает. ЧАП, это Children's Hospital of Philadelphia, тоже пишет очень много, каждый день. Ну, просто вот абсолютный цунами информации. И иногда просто трудно за всем даже уследить. Дети болеют, без всякого сомнения, но болеют все-таки легче, чем взрослые. Да, конечно, они тоже могут умереть. Часто инфекция прогрессирует быстро, но все-таки разница между умереть и тяжело болеть существует. Неправда. Вот. Так что, посмотрим. Но вроде бы новорожденные практически, вот, у меня прошло несколько таких, вот, мамы позитив с ковид и новорожденные. Никто из них не был тяжело болен, и всех я выписал, выписал домой. Но только единственное, что там основная проблема, никто не знает, что делать. Пока что рекомендации мы отделяем от матери ребенка на две недели. Ну, в общем, это, конечно, морально довольно тяжело. Сначала, ну, просто морально. Мать две недели не может подойти к ребенку. Это, конечно, немножко... Михаил, ну вот скажите, пожалуйста, в связи с тем, что вы получаете эту информацию, эта информация обрабатывается, в какой-то момент она поступает в рекомендации CDC, в новости, но вы бы порекомендовали в связи с этим какую-то модификацию поведения, может быть, молодых людей, родителей с детьми? Потому что сначала ведь это все было очень расслаблено, и вот с этой мантрой о том, что дети не подвержены заболеванию, дети продолжали ходить на детские площадки, последними закрылись школы практически. Вот вы, как врач, что-то можете сказать на эту тему? Да, мое мнение такое, что, во-первых, я только что сказал, что, во-первых, дети болеют. И дети болеют, особенно если дети не имеют сочетанную патологию, но какие-то дополнительные болячки, то это, конечно, надо быть очень внимательным. От нее, от этого вируса, от коих, умереть можно, чтобы никто не сомневался. Вот. Я тоже часто повторяю, если умер кто-то, то это статистика. А если умер ваш ребенок, то это трагедия. Понимаете разницу? То же самое касается, если умер сосед, которому 75 лет. Ну, это статистика. А если умер твой папа, так это трагедия. Разница есть, правда? Вот. Люди, значит, есть... Мы знаем сегодня, что большая группа людей является переносчиком вируса, не имея симптомов. Вот. Я даже не говорю о тех, которые подкашливают, они говорят, да, я что-то приболел, я одену маску. Есть люди, которые полностью здоровы и симптомов нет. И при этом они распространяют вирус. Здесь не может быть выбора, что вот, скажем, те, кто старше 40 в карантине, а мы молодые, мы пойдем гулять. Вы молодые, вы пойдете гулять, вы передадите вирус и убьете того, кто сидит в карантине. Вот как это будет работать. Вот. Я еще люблю часто повторять, что, к сожалению, самое ненадежное звено в цепи – это человек. То есть бетон держит, дерево держит, кирпичи держат, человек не держит. Ему хоть кол на голове тиши, все равно найдется кто-то, кто скажет, что... По-моему, это было у Чуковского, про Фому неверующего. Не про я не верь, аллигатор глотнул. Вот. Вздохнул и тихо там в эту воду нырнул. Вот то, что и происходит. Есть, я вижу таких людей. Но мне кажется, в связи с тем, что много информации, много освещают, показывают видео, все время об этом говорят. Мне кажется, что, так сказать, general population, ну вот люди на улице, молодые и не молодые, они как бы стали более чувствительные. И я вижу таких вот динайлищиков, которые вот отрицают или не обращают внимания, но значительно меньше. Значительно меньше, чем было в начале. Ну, посмотрим, поживем и увидим, если это не слишком поздно. Но, в общем, мне кажется, это правильная динамика. Ну, а вот мы знаем, что многим людям с симптомами сегодня попросту отказывают в госпитализации. Причем мы слышим об этом и в Соединенных Штатах, и в России такое происходит. Для них есть какие-то медицинские рекомендации? И есть ли протокол, как болеть дома? Протокол трудно написать, потому что люди болеют по-разному. Но у меня просто есть вот здесь случай, который произошел с моим приятелем-доктором. У него у соседа приехало, значит, молодому человеку было 32 года, приехала скорая. Он болеет, у него ковид. Позитив. Посмотрели, сказали, нет, мы тебя в больницу не повезем, у тебя нет показаний. Они уехали, через 15 минут у него остановилось сердце. И, значит, позвали моего друга, он прибежал, его реанимировал. Безуспешно человек умер, а через несколько дней выяснилось, что доктор сам от него заразился и заболел. Вот реальная, настоящая история, абсолютная трагедия. Значит, как болеть? Болеть так. Если вам повезло, и у вас в легкой форме, побольше жидкости, покой, ну, самые обычные вещи. Чай, лимон. Ну, в общем, как бы изначально была информация, что нельзя применять ибупрофен. Потом появилось то, что это не доказано. И я бы не рисковал. Я считаю, что талинол или парацетамол вполне достаточно в качестве симптоматического лечения. И, пожалуй, всё. Если обычно вот этот вот ухудшение наступает где-то в районе десятого дня, особенно те, кто болеет тяжело. То есть сначала этот вирус как бы разгоняется. Вот немножко першит горло, сопли. Потом поднимается температура. Потом второй день температура. Пятый, седьмой продолжается. На десятый день человек... Просто у меня болели вот сейчас несколько моих друзей. И им не повезло. Они болели очень тяжело. Но выжили. У одного была лихорадка, как при малярии. 16 дней. Он потерял 30 фунтов. Это почти 15 килограмм. Второй мой друг, анестезиолог, здоровенный мужик по размеру. Он так ослабил за... У него 14 дней была температура. Он так ослабил, что он не мог дойти до туалета. Потерял 25 фунтов. Представьте себе. И болели очень тяжело. Изнуряющая лихорадка. Вирус поражает дыхательную систему и желудочно-кишечную. У многих тяжелый понос. Пропадает чувство обоняния. Пропадает чувство вкуса. И вот этот вот, я бы сказал, такой переломный момент. Дней 10 от начала заболевания. Если после 10 дней вдруг стало хуже, надо быть очень внимательным. Вероятнее всего, вам понадобится госпитализация. Ну и дальше как повезет. А если у человека появился кашель, одышка и затруднение дыхания задыхается, хорошо, если дома есть, например, полсоксиметр. Это очень простой прибор, устройство, которое меряет насыщение кислородом в крови. И в принципе, если падает ниже 90, надо обращаться к врачу. Надо вызвать врача и просто буквально по часам мониторить состояние. Потому что в какой-то момент, если развивается вирусная пневмония, то человек попросту, просто ему не хватает кислорода, чтобы дышать. Он начинает дышать быстрее, глубже, устает и постепенно начинает как бы по спирали идти вниз. Все-таки основная причина смерти, все-таки, это развитие острого респираторного дистресс-синдрома. Есть такое заболевание. По сути, это когда такое вещество, как сурфактант, который находится внутри альвеолы. Я не знаю, нужно ли это, так сказать, обычным зрителям, но как бы это и есть причина, как только этого сурфактанта нет, и там все эти легкие превращаются на кецкен и выглядят таким. Все это как будто туман в легких. Знаете, сейчас они везде на всех новостях показывают эти легкие, жуткого вида, двухсторонние, с белыми вот этими вот пятнами. Там нет сурфактанта. И потом в какой-то момент, используя вентилятор, не используя вентилятор, результат плачевный. Михаил, скажите, вот еще в сетях, опять же, появилась рекомендация какой-то дыхательной гимнастики на начальных стадиях. Вы можете это подтвердить или опровергнуть? Возвращаясь к этому, пройдет больше, чем год, я думаю, прежде чем мы точно будем знать и выберены рекомендации. Я не вижу никаких противопоказаний против дыхательной гимнастики. Думаю, что это вполне разумно. И даже небольшие упражнения, если человек может встать, не лежать. Потому что лежать в кровати тоже как наркотик. Человек падает в кровать, ему хорошо, удобно. И он там, в общем, может... Он падает в кровать и пытается как бы уйти в кокон. Это как вот этот вот постельный режим, это как наркотик. Он должен двигаться, хотя бы немножко встать, хотя бы сделать два шага. Это, конечно, трудно порекомендовать кому-то, кто пожилой. Они до этого-то не очень могли, а тут совсем. Но если человек молодой, он должен попытаться как-то двигаться. Я не говорю в джим ходить или бегать. Но хотя бы элементарно не падать в кровать. Дыхательная гимнастика. Я слышал среди разных экспертов, которые рекомендуют. И мое личное мнение, я не вижу противопоказаний. Это точно не повредит. Ну вот скажите, то, что касается протокола больничного лечения, сейчас идут достаточно горячие дебаты по поводу вот этого противомаляринного средства. Его очень тяжело произнести. И вот буквально накануне президент опять говорил о том, что оно будет использоваться. Вообще, есть какое-то сейчас понимание того, что лечат противовирусными? Есть ли эти противовирусные препараты? Что происходит в больницах? Есть ли плазма? Широко ли используется плазма? Как сейчас говорят, были какие-то экспериментальные моменты с переливанием плазмы крови от болевших людей, тяжело заболевшим. Да. Значит так, реконвалесцентную плазму действительно собирают. Я видел. Значит, и в литературе, что собирают. Но данных точных еще нет. Но считается, что это может помочь, если у человека есть антибайдис. Конечно, это используется для людей, которые критичны. Которые критичны. По поводу плаквенила. Он же гидрохлороквин. Плаквенил просто проще говорить. Значит, протокол, который используется, например, в госпитале в Бруклине, который очень сильно пострадал и очень много больных, они сразу тяжелым больным дают плаквенил и изитромакс вместе. Плаквенил и изитромакс. Ответ на это очень простой. Специфического лечения против вируса нет. Точка. Значит, дальше у вас есть два варианта. Вы можете попробовать то, что, возможно, помогает. И хоть как-то увеличить шансы на выживание. Вы можете этого не делать. И, так сказать, как бог даст, что называется. Поэтому еще там пробовали, скажем, разные противовирусные препараты. Например, препарат, который использовался для лечения Эболы. Лихорадки Эбола. Пробовали несколько препаратов, которые используются для лечения HIV. СПИДа. Но вроде бы, во-первых, их гораздо труднее достать. Просто препаратов их меньше. А во-вторых, я тоже видел результаты, что подтверждений нет. Работают, что они не работают. Я хочу напомнить, все, что сейчас происходит, нельзя назвать научным доказательством. Нельзя, ни против. Потому что ни одно из этих лекарств не выдержало стандартов, научных стандартов. Скажем, дабл-блайн, плацебо-контрол, какие-то рандомизированные исследования. Это не выдерживает никакой критики. Мне очень нравится, я когда-то это услышал, но я с этим согласен. Если человек практикует только доказательную медицину, он гарантированно повторит ошибки кого-то. Если он практикует медицину на своем опыте, то он повторяет свои собственные ошибки. То есть тут, как говорится, что так, что этак, все равно ошибки будут. Если у вас нечем, вот ничего нет, кроме кислорода, чтобы помочь, и это называется саппортивтритным, поддерживающее лечение, симптоматическое, ничего нет. Я не вижу никаких проблем пользоваться плаквенилом и зитромаксом, и то, и другое лекарство хорошо известны. В общем, я бы не назвал таких значительных сайд-эффектов, за исключением там написано, что может увеличивать QT-интервал, это нарушение сердечного ритма, который потенциально может быть опасен, даже смертельно опасен. Но, тем не менее, в данном случае риск не использовать лекарство выше, чем использовать. Это, конечно, как бы, что называется case by case, это judgment call, надо вот решать на месте, как пойдет. Я считаю, что плаквенил и зитромакс достаточно безопасная формула для лечения, и единственная, которая, похоже, помогает. Вот. А если говорить по поводу того, что пишут, одни пишут да, другие пишут нет, ну, хорошо, какая альтернатива? Скажите, но это все исключительно в стационарных условиях, правильно, вот лечение этими препаратами производится? Здесь это интересная вещь. Значит, кто-то начинает их давать сразу. Я просто знаю врачей, которые дают сразу. Особенно людям, которые, ну, статистически попадают в категорию людей, у которых может развиться болезнь тяжело, они могут умереть. И они дают сразу. Но эти лекарства выдаются по рецепту. Плаквенил просто смели с полот, и зитромакс тоже. И поэтому сегодня это не имеет никакого смысла даже обсуждать, как обычный человек, который не врач. Ну, я, например, знаю, что мои коллеги, которые заболели, и у них был свой плаквенил, использовали его сразу вместе с зитромаксом. Вот. На вопрос, ну, вот они выжили? Ну, да, они выжили. Но совершенно не факт, что если бы они его не применяли, они бы тоже выжили. Неизвестно. Михаил, если еще что-то мы важное не упомянули, давайте добавим. Если нет, то тогда... Давайте добавим. Давайте добавим. Значит, я считаю еще несколько вещей, которые, вот мне кажется, которые я наблюдаю со стороны. Что, во-первых, удар от инфекции распределился не одинаково по всей стране. Конечно, в городах с проживанием компактным и с большим количеством людей гораздо тяжелее, несравненно тяжелее. Это первое. Второе. Мне почему-то такая картина приходит на ум, как штангист поднимает штангу. И американская медицина, на мой взгляд, при всех нареканиях и ужасе, которые происходят, она напоминает штангиста, который штангу взял, присел с ней, крякнул, даже ремень лопнул, но не выронил. Штангу не выронил. И толкнет. Так что я думаю, что мы через это дело пройдем. Пройдем и выучим очень много уроков для себя. И я думаю, что это очень важный опыт, который приобрела медицину в целом, врачи в частности. Ну и люди, обычные люди, которые оказались под ударом. Но все-таки дорогой ценой, конечно. Да, послушайте, конечно, цена дорогая, но другой-то нет цены. Хорошо, она дорогая. Вообще все изменения, на мой взгляд, меряются в человеческих жизнях. Ведь после 9-11 погибло 3000 с небольшим человеком. А посмотрите, какие изменения. Мы стали жить в другой стране полностью. А сейчас, что называется, death toll, так сказать, величина погибших, несоизмеримо больше. Я предполагаю, что и ответная реакция, и последствия будут также несоизмеримо больше по сравнению с тем ужасным прилетом самолетов в Близнецы. То есть вы предполагаете, что как-то будет реформировано медицинское обслуживание? Это как-то на системе отразится? Да, я думаю, да. Я думаю, да. Причем я не могу сказать сегодня как, но оказалось очевидно, что медицина просто никакой страны не в состоянии и не готова. Вы же не можете держать врачей и медсестер в запасе, как в стране, где мы жили когда-то. Там были все военнообязаны. Как это возможно? Это невозможно. Ну, что-то будет, конечно, изменено, на мой взгляд. Ну, поживем, увидим. Пока что будем, one day at a time, что называется, будем жить тихонечку.